Всем привет, вы на канале СуперКит. Попал ко мне в руки 3G модем ZTE MF100 от Kyivstar. Данный модем, с точки зрения его скоростных возможностей, сегодня не представляет никакой ценности, так как его скорость на загрузку в теории до 3,6 Мбит в секунду, а на отдачу 384 Кбит в секунду. На практике, если будет 2,5 Мбит в секунду на загрузку и 300 Кбит в секунду на отдачу, будет очень круто. Но главная мысль данного видео не характеристики модема, а в том, что он залоченный и работает только с сим-картами оператора Kyivstar. А у меня цель отучить его от этой вредной привычки работать только с одним оператором и научить работать со всеми. Естественно, при этом ничего не потратить. Вставляю симку оператора LiveCell и подключаю. При открытии программы менеджера для работы с модемом программа ругается, что сим не такая. Открываю патченный DC Unlocker, делаю автоскан по устройствам ZTE и программа находит 3G модем, подтверждая статус залоченности. Нажимаю Unlock. И все. Буквально пару секунд и модем уже разлочен. А программа показывает фактически вечный оставшийся запас кредитов, на который ее крякнули. Программа показывает, что она завершила свой процесс. Для того, чтобы удостовериться в работе модема, переподключаю его заново. Как видите, он без проблем позволяет зарегистрироваться симке лайфа в сети и можно даже проверить баланс. Чтобы никто не подумал, что я подменил модем, снова делаю поиск устройств в DC Unlocker. И программа вновь показывает этот же 3G модем. Кто не верит, можете сравнить по EMA. Только в отличие от первого запуска, теперь программа показывает состояние модема как разлочен. Процесс разлочки закончен. Кроме показанных доказательств, также можно видеть индикацию зеленого цвета, которая свидетельствует о том, что сим-карта зарегистрирована в сети. И хоть этот модем не является эталоном скорости, но раз уже мы тут все собрались, то почему бы не посмотреть, на что такой модем способен в 2020 году. Скорости для такого модема и не идеального местоположения вполне реалистичны. Когда я говорил, что с такого модема можно выжать до 2,5 Мбит в секунду на загрузку, имелось в виду, что базовая станция должна светить вам в окно. В моем случае даже не полная шкала делений, что говорит не о самом идеальном расположении вышки относительно моего дома. Если измерять возможности просмотра ютуба, то методом практических проб можно сделать вывод, что на модеме с теоретической скоростью загрузки до 3,6 Мбит в секунду можно смотреть видео лишь в качестве 480p. На все тесты я потратил около 50 Мбит, что совпадает как с внутренним счетчиком программы, так и с остатком счета. Помимо всего прочего, в 3G модеме есть возможность установки карты памяти microSD, которая будет работать как USB флешка. Максимальная скорость как записи, так и чтения составила около 6 Мбит в секунду. Сама карта памяти может работать быстрее. То есть здесь присутствует ограничение из-за встроенного кардридера. Данная программа позволяет бесплатно разблокировать модем из АТЕ. Список моделей, которые точно поддаются разлочке, приведен на экране. Как минимум, проверить свой такой модем вам ничего не мешает. Версия крякнутой модели была видна в видео. Качайте из инета кому нужно, я там нашел без проблем давным-давно и уже разлочил так не только этот модем. Более того, подобное видео у меня уже было, правда там был модем другой модели и работал он порезвее. Оставлять ссылку на программу не буду, это бессмысленно. Ссылка живет максимум пару недель, а потом все равно файлообменники удаляют залитое на них независимо от активности скачивания. Ссылки на полезности в описании. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч.